У школьников продолжаются осенние каникулы, но некоторые ребята не перестают приходить в образовательные учреждения и вовсе не из-за уроков. Они посещают пришкольные лагеря. Как организован отдых мальчишек и девчонок, чем они занимаются, об этом и узнала наша съемочная группа. Готовы все показать и рассказать вам. Все накоплено, умещается в один чемодан. Так было 85 лет назад. Молодая семья, только-только поженились. Так начинается история семьи Аскаловых. В чемодане их вещи, из-за чего проект и получил название «История в чемодане». Когда началась Великая Отечественная война, Ольга Аскалова была эвакуирована из Ленинграда. Вот это сумка медсестры, такая заслуженная, которая когда-то была у Ольги. Она у нас была, кстати, медсестрой сначала в Тарловском госпитале, потом была отправлена на строительство Казанского обвода. Это оборонительная линия, которая должна была защитить Казань и Зеленодольск от нападения фашистов. Также в чемодане вещи мужа Ольги Аскаловой. Он погиб, защищая родину. Их историю не случайно рассказывают ученикам, которые отдыхают в лагере. В школе особое внимание уделяется патриотическому воспитанию. У нас в старой части города есть мемориальный комплекс «Родина-Мать», который состоит из нескольких частей. То есть это у нас вечный огонь, стена скорби и также самый монумент «Родина-Мать». Патриотическое воспитание – это одно из направлений, но программа в пришкольном лагере разнообразнее, говорит педагог-организатор. Во время осенних каникул в пришкольном лагере отдыхают ребята с первого по четвертый класс, и у них достаточно разнообразная программа. У нас имеются как спортивные мероприятия, творческие, нравственные, музыкальные, и как можно больше, чтобы дети сами проявляли свою активность. Сейчас в пришкольном лагере отдыхают 50 мальчишек и девчонок. В образовательные учреждения они приходят к восьми, а домой их отпускают полпятого вечера. Ребята рассказали о своем рационе питания, поделились, чем занимаются в лагере. «Сегодня мы шли в 33-ю школу и в вахтовом зале были, там выступление было. Сегодня мы ходили в другой кабинет и смотрели мультики. Я четвертый раз в лагере, мне очень нравится то, что мы ходим на всякие мероприятия и делаем поделки. Мне больше всего нравится ходить на какие-нибудь танцы, потому что я сама занимаюсь танцами. Сегодня у нас кормили апельсинами и кашей. И сегодня у нас еще был кисель. А нас в обед кормят вторым и первым». Смена завершится на этой неделе. На следующий у школьников начнется учебный процесс. Эльмира Гайнудинова, Сергей Вильданов. Новости. Набережная Челны.